всем привет сегодня очередной пример пример небольшого улучшения производительности короче короче ближе к делу смотрите давайте посмотрим на эту функцию вот есть функция у которой громадное количество аргументов но в данном случае параметров аргументами они становятся вот вот здесь здесь они параметры ну короче не суть важно так вот здесь большое количество ну вы скажете что кто-то скажет да так никто не пишет да так никто не пишет но тем не менее иногда встречается тем не менее мы иногда в силу того что нужно доделывать это делать можем сами не заметить как наша функция может вырасти вот до такого здоровенного количества параметров и это может влиять на производительность ну как минимум на и производительность может влиять если вы не будете точнее если вы будете передавать объекты напрямую но в случае с простыми типами с под типами такими как флот там long double еще в принципе можно без конст и ссылки но если у типов есть конструкторы деструкторы то вот тогда это влияет на производительность но здесь мы не передаем объекты напрямую вот но в чем проблема дело в том что 32 разрядных или 64 разрядных системах или в других там других платформах есть определенное количество регистров в которой ложатся вот эти вот аргументы когда вызывается функция то есть аргументы ложатся в регистры оттуда они вот здесь потом достаются так сказать ну это грубо говоря в общих чертах и обрабатывается но дело в том что не все не всегда все аргументы могут лечь во все регистры соответственно что там может туда не лечь а если туда что-то не ляжет значит ну ляжет куда-то в другое место логично логично значит нужно потратить какое-то количество процессорного времени чтоб взять это из другого места вот и это как я уже сказал может сказываться на производительность поэтому функции со здоровенным два таким вот количеством параметров вообще со всех точек зрения с точки зрения эффективности с точки зрения чтения кода с точки зрения удобности этой функции и т.д. и т.п. но со всех точек зрения она неправильно функции должны иметь минимум параметра и функция должна выполнять только то что то есть какое-то конкретное действие они сразу выполнять много всего и записать и прочитать и распарсить и проверить пинг и еще и чё-нибудь нарисовать такое делать в одной функции нельзя короче как это обойти обойти это легко для этого проще всего иметь структуру вот в которой все то же самое но мы в функцию вот смотри функцию передаем адрес сочек этой этого объекта соответственно этот объект ляжет в регистр ну адрес его второй объекты ляжет в регистр и и и и и все они могут лечь в регистр конечно же все может вырасти до того что у вас вот так вот будет с такое количество объекта вот таких вот но ничего страшного ведь можно же создать еще одну структуру в которой будут уже не простые типа вот эти объекты надеюсь вы поняли так вот сейчас мы проверим 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 работу производительность функция это делает то же самое fb что и функция f а делает какие-то вычисления бесполезные для того чтобы запутать компилятор и вот здесь в конце я тоже меняете данные чтобы компилятор точнее оптимизатор увидел что не меняются и не пытался их оптимизировать вот сиди я думаю вы поняли если у вас какое-то большое количество данных и каких-то параметров аргументов то лучше для этого создать вот структурку и туда все аккуратненько положить либо 2 структур ким вот аккуратно положить и передавать короче ближе к делу ближе к делу давайте на давайте соберем все так сейчас все соберем это у нас сейчас собирается при флагах я по моему выставил он 0 до без оптимизации до без оптимизации так и проверим и проверим давайте силанг первый силанг показывает результаты вот это без оптимизации соответственно с одним аргументом ситуация получше не в два раза но ближе к этому чё нам же сиси покажет GCC смотрите лучший результат чем силанг вне с большим количеством параметров аргументов короче GCC в этом случае лучше то есть до этого я замечал что силанг в принципе выигрывал у всех ну в среднем так и intel сиком не понял а ну да intel c компайлер вот так так и чё у нас ну intel of ski вы примерно но не выигрывает но все равно быстрее короче на льна на трех компиляторах наша оптимизация сработала я теперь давайте сразу я поставлю о 2 максимальный рекомендуемый потому что вы знаете есть еще о 3 но о 3 дело в том что иногда что-то может ломать иногда это очень редко это неправда но слухи не такие мало ли от греха подальше вот так пересобрали теперь давайте силанг посмотрим что нам покажет ух ты начинается начинаются пляски с оптимизированной версии как мы видим как мы меня я сейчас наверно поставлю запись на паузу вот и запущу короче короче смотрите вот это результаты силанга как вы видите они можно сказать одинаково вот такая вот штука получилось ничего не помогло на шпину возможно этот силен х очень-очень просто умный один из самых умных возможно среди всех ну там оптимизатор возможно один из самых умных среди всех поэтому поэтому что доптиме за что после ну возможно он тоже об этом подумал его оптимизатор что они плохо было бы Эти все параметры куда-нибудь специально создать место, туда их складывать и потом извлекать. Возможно. Как мы видим, силенгам не помогло. Но GCC, вот какой результат. То есть оптимизация сработала и нормальный результат показала на 30 тысяч наносекунд быстрее. И примерно схожие результаты с интеловским компилятором. Тоже не на 30 тысяч, а уже на 40 тысяч быстрее. А, ну тут тоже в принципе 40 есть. Ну короче, то есть у GCC и у интеловского и GCC компилятора в этом случае примерно плюс-минус одинаковые результаты. Опять-таки выигрывает силенг. А кстати, давайте ради интереса O3 включим. Ради интереса. Подождите, посмотрим. Вы, кстати, проверяйте, конечно же, это у себя. Потому что у вас компьютеры другие, платформы другие. Возможно даже и разрядность другая. Мало ли, может быть у вас 32-разрядная система стоит. Так, и давайте силенг. Тест. Ого. Подождите. О3, да, это. Да, при О3 еще быстрее. Смотрите-ка. Вообще красавчик. GCC. 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 Ну, GCC. Смотрите, при О3 даже чуть-чуть медленнее. Неоптимизированный вариант. И давайте Intel C компайлер. Опачки. А Intel C компайлер. Неоптимизированный вариант быстрее, чем при О2. Ну, а оптимизированный вариант примерно одинаковый, как с О2 и О3. Ну, как вы видите, тоже уровень оптимизации где-то при каких-то условиях влияет на производительность. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok